итак приветствую вас друзья сегодня мы продолжаем изучать программное обеспечение для 3d моделирования и давайте обратим ваше внимание на 3d builder компании microsoft почему вы спросите ты хочешь посмотреть на эту программу потому что она во первых бесплатно а во вторых достаточно простой интерфейс для тех кто собирается создать создавать простейшие элементы для себя на принципе наверное пригодна давайте начнем изучение рисования и собственно тогда уже убедимся точно давайте напомню что мы рисуем в прошлый раз мы нарисовали вот такую шумовую коробочку напомню что шумовые коробочки используются для того чтобы дети через звуки изучали до расширяли представление об окружающем мире важно их делать все одинаковыми да и насыпать одинаковые объем содержимого тогда будет более честно вот так она получилась но давайте посмотрим на второй вариант вот она вот такая маленькая и вот этот вариант мне нравится больше что с меньше занимает место на столе и собственно я предлагаю на нем и остановиться новые параметры у нас с вами следующее открываем так нам не хотят показывать давайте сейчас на рабочем столе я быстренько найду картинку и продемонстрирую то есть высота общая 50 диаметр будет 50 толщина стенки 2 миллиметра крышка и низ по 3 миллиметра спросите почему не два ну вот пришел я что будет так все собственно крышка у нас вставляется с помощью такого паза паз будет внутри выбран да чтобы толщина была честная 3 миллиметра не 6 миллиметров вот в этом месте все то понял то понял приступаем к рисовать рисуем 3d builder и следующим образом через объекты нажимаем вставить да через объекты то есть для примера допустим вот я могу выбрать пирамиду вот она у нас уже собственно с вами есть и взять конус и работать с одним объектом через другой допустим из одного объекта вот так я могу вычесть второй объект могу объединить выделить вместе на вот и это у нас уже будет одним объектом то есть в отличие от предыдущей программы она более такая простая более простой способ я ее называю пейнт до среди графических редакторов то есть достаточно простая но для наших опять задача на мне кажется подходит но решать вам нажимаем вставить пользовательский поскольку мы хотим задать с вами свои размеры цилиндр обратите внимание что цилиндр у нас имеют углы нам надо с вами сделать его максимально до красивым гладким соответственно мы выбираем ширину это то что маска высоте будет 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 один а вот по долготе у нас будет максимальное количество вот этих отрезков соответственно и смотреться она будет круг далее то есть то это максимальное количество сколько бы не сам не деление нас не интересует и радиус радиус 50 радиус при диаметре 50 25 и высота напоминаю что вверх у нас будет 3 миллиметра соответственно 3 минус 50 47 миллиметров все окей сделали первый далее у нас должна быть некая полость в котором мы будем засыпать наше содержимое поэтому мы нажимаем тут кнопку добавить все объект нас сформирован делаем снова пользовательский видите один объект внутри другого поэтому появилась прозрачность и добавляем снова цилиндр ну цилиндра опять же за указываем все те же параметры которые были касаемые его свойств вот но радиус радиус какой у нас будет 4 миллиметра мы вычитаем из 50 получаем 50 46 делим на два 23 миллиметра высота у нас будет 3 миллиметра крышечку мы вычитаем верхнюю да и 3 миллиметра донышко соответственно читаем 6 миллиметров сейчас у нас с вами высота а сорок семь миллиметров минус 6 40 подождите у нас так 47 47 минус 3 до 44 миллиметра вот так все так будет правильно смотрим на вот это у нас должна быть толщина 3 миллиметра здесь 2 миллиметра здесь 3 миллиметра все окей далее говорим что добавить все у нас одна фигура внутри другой вот она вылазит вот она прячется трюк 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 можно их покрасить для примера давайте никогда этого не делал мы думаю что это делается так что-то там выбираем выбрана красный цвет красный цвет цвет все теперь будет наглядно одна из другой все делаем прижимаем к верхнему краю и нажимаем изменить вычесть и смотрим внутрь вам все до донышко у нас появилась прозрачная заливка для того чтобы оценить что у нас действительно все сделано так как мы хотели да но у нас есть толстая как нас и устраивает я не знаю чуть за параметр два миллиметра иначе вот так окей далее давайте сделаем следующее следующим это крышка крышка у нас имеет следующие характеристики диаметр 50 миллиметров соответственно радиус 25 это по-прежнему цилиндр из него будет торчать на 3 миллиметра тоже небольшой цилиндр точнее кольцо потому что внутренний внутри нам тоже не надо чтобы было два заливки иначе у нас будут отличаться звуки поэтому делаем следующим образом объект точнее вставить пользовательский опять по классике здесь убираем здесь добавляем ширина у нас с вами так поскольку это клуб надо цилиндр поэтому у нас и не те параметры соточка деление нет у нас радиус у нас с вами идет 25 и высота 3 все получилось получился вот такой бублик каркас не каркас досеки добавить его поднимем выше ой не туда и угнал момент вот так чтобы это было наглядно все смотрите вот у нас получилось теперь крышечка в принципе работает вот она так хлоп и закрывается но нам придется ее клеить мы клеить не хотим до плюс мы можем криво приклеить нам нужно отцилиндровать мы знаем что радиус внутренней вот той окружности она нам с вами известен он равен чему 46 миллиметрам соответственно снова рисуем пользовательский рисуем цилиндр рисуем до 1 100 деление 1 радиус 23 и высота 3 высота тут произвольная может быть нажимаем добавить и поднимаем его до уровня основной заготовки вот смотрите как получилось вот но это по-прежнему две разные фигуры нам с вами надо объединить соответственно мы берем ее нажимаем объект одну с шифтом выделяем вторую вот они обе и нажимаем точнее изменить объединить все у нас теперь одна фигура вот она видна общем контур мы от сами видим смотрим хлоп вот такая история у нас должна с вами получится но вопрос следующий смотрите у нас сейчас толщина вот это вот на получилось 6 миллиметров соответственно когда зерна будут биться а нижний край будет один звук потому что там 3 миллиметра верхника у нас будет 6 другой звук это типа барабана нам нужно снова что-то поменять надо выбрать до чтобы здесь было такое кольцо при этом край был достаточно толстым 3 миллиметра достаточно толстый край соответственно снова сделаем вставить пользовательский напоминаю что диаметр внутреннего у нас сейчас 46 миллиметров и 46 мы снова вычитаем 4 получается 42 делим на 1 21 миллиметр соответственно здесь у нас цилиндр 1 долгота 100 чтобы гладкий радиус 21 и высота 3 все нажимаем добавить один подносим к другому вот так и один другой интегрировали и нажимаем изменить вычесть теперь смотрим что у нас там получилось с вами так ну-ка жить подождите вот он выехал ставили вычесть не вижу давайте-ка его покрасим мне плохо видно вот сейчас мы его подкрасим чтобы он был поярче допустим желтый цвет чё-то покрасил не знаю что цвет выбраны желтый все покрасили друзья теперь желтый цвет более заметен смотрите что делаем мы с вами подтягиваем за стрелочку выравниваем с дном вот так о нажимаем кнопку вычесть хоп не получилось теперь делаем чуть-чуть пониже один объект вот видите он вычитается соответственно у нас получилась вот такая крышка далее что нам с вами следует сделать все очень и очень просто мы с вами выделяем один объект и делаем control x да то есть я вырезал потому что нам нужно каждый век сохранить по отдельности все цвет нас тут не интересует первый цилиндр мы сохраняем нажимаем файл сохранить как выбираем где он будет у нас хранится папка 3d builder 3d print вот я еще одну папку создам 3d builder версия 1 все и в него сохраняя основа файл основа но формат и стоит сохранить тут же смотрите что я делаю тут же буквально я делаю выделяю фигуру удаляют нажимаю кнопку control в это вставить фигуру далее давайте и повернем чтобы увидели что я сохраняю да то есть вот эту фигуру сейчас я крем 180 градусов сделаем вот это же сохраняем файл сохранить как стл формат и назовем крышка далее запускаем куру ждем пока она открывается да еще раз я вам покажу как у нас что выглядит собственно вот так крышечка выглядит да и если мне надо что-то покрасить опять же я делаю через момент рисования могу текстуры какие-то задавать то есть в принципе вот этот инструмент он достаточно прост для работы с какими-то геометрическими фигурами до когда надо но выбирать из второго но в большинстве случаев так и нужно с криволинейными я не знаю годится или нет эта программа нет задачи нет и ответ на нее так давайте кур открылась нажимаем файл открыть файл заходим в папку 3d print builder 1 и открывать 1 снова смотрим на нее да мы все равно видим что она нарезана на такие прямые да все и да и тут же делаем файл открыть файл крышка это на тот случай если мы хотим печатать одновременно да и крышку мы с вами берем прижимаем таким образом у нас с вами все это и получается дальше как я рекомендую печатать когда мы открываем с вами любой файл основана мы печатаем черновом вариант я всегда рекомендую это делать с минимального размера объекта да то есть выбираем нашем случае крышку да и отправляем на печаль делаем нарезку на слои у меня пластика bs соответственно печататься он будет 22 минут это при толщине слоя 0 3 миллиметра то есть это черновой вариант черновой нам на самом деле сейчас достаточно для того чтобы опять же проверить все правильно ли мы нарисовали нет ли смещение относительно центральной оси и прочего и прочего вы посмотрели как я работал в программном обеспечении 3d builder от microsoft почему именно это еще раз напомню потому что вы его можете скачать совершенно бесплатно поэкспериментировать не понравится удалите и все а на самом деле допустим его можно держать на тот момент когда вы работаете с простыми геометрическим фигурами если вам нужно быстро сделано печатать куб или еще что то вот пожалуйста его использовать вместо того чтобы заходить в другой софт но опять же если вы эксперт другом софте вам проще будет наверно это рисовать там итак друзья с вами был александр канал есть вопрос рад каждого видеть на нашем канале надеюсь это видео вам полезно напишите в комментариях так или нет это а также напишите какой софт вы рекомендуете которую вам нравится больше всего до новых встреч пока пока